Антироссийские санкции, введенные США в начале апреля 2018 года, ударили по странам Евросоюза сильнее, чем по России. Европейский бизнес и до этого сполна ощущал негативные последствия политики санкций, а теперь ситуация еще более ухудшилась. Санкции разрушают сложившуюся цепочку поставок, от которых зависят крупнейшие европейские компании. Сначала обратиться к американским властям с просьбой об отказе от антироссийских санкций решила Германия, чей министр финансов Олаф Шольц собирался поднять этот вопрос на встрече с американским руководством. Теперь проблема вышла на более высокий уровень рассмотрения. Первым в Вашингтон отправился президент Франции Эммануэль Макрон. Его сложно заподозрить в симпатиях к России, но Макрон прекрасно понимает вред американских санкций для французской экономики. Вслед за Макроном в столицу США для встречи с Дональдом Трампом приезжает и канцлер, ФРГ, Ангела Меркин. Санкции против российских поставщиков алюминия угрожают благополучию такого гиганта европейской экономики, как концерн, БМВ, Франция, в свою очередь, беспокоится за Эрбас, который также страдает от введенных США антироссийских санкций. Что касается Италии, то местные политики давно призывают Евросоюз отменить антироссийские санкции, обращая внимание на колоссальный ущерб от них для итальянского бизнеса. Европейские лидеры считают, что Трамп поступил крайне эгоистично, вводя санкции против России. Ведь от 30 до 40% всего алюминия, задействованного в европейской промышленности, поступает в страны Европы из России, США, заботясь о собственных экономических интересах, совершенно равнодушны к потребностям европейской экономики. И это действительно так. Более того, Вашингтон, рассматривая европейские компании в качестве конкурентов американских компаний, осознанно создает такие условия, при которых европейский бизнес чувствует себя все хуже и хуже. Если для США внешнеэкономическая изоляция России благо, то для Евросоюза зло. Похоже, что в европейских столицах все же начинают понимать подлинные цели Вашингтона. Европейские страны несут многомиллиардные убытки, следуя форвать ресанкционные политики США. Например, российско-немецкая торговая палата оценила в несколько миллиардов долларов убытки, понесенные Германией в результате действий Соединенных Штатов. Только разрыв краткосрочных контрактов на поставки алюминия в ФРГ, обойдется немецкой экономике в сотни миллионов долларов. Кто будет компенсировать Берлину эти деньги? Тем более, что состояние европейской экономики в настоящее время далеко от совершенства. Экономические трудности заставляют европейских лидеров внимательнее относиться к деньгам. Но есть ведь и вопрос политического престижа. Поездки президента Франции, канцлера Германии, премьер-министра Великобритании на поклон, к американскому президенту подчеркивают, что вчерашние мировые державы превратились в полуколонии США, вынужденные следовать за американским курсом. Не пора ли европейским странам задуматься о собственной выгоде, а не о пополнении кошелька и укреплении политического престижа за океанских партнеров?